Во многих школах сегодня прошли или пройдут уроки квасного патриотизма. Говорят, что учителям уже спустили методичку, как это объяснять, что с одной стороны мы не желаем войны, надо читать стихи Евтушенко, хотят ли русские войны, вот задание школьникам, а с другой стороны мы что-то делаем на территории другого государства, и как это назвать, и как это объяснить, сложная задача. Но есть совет. Можно совместить эти уроки квасного патриотизма за одно с ОБЖ или НВП, как это раньше называлось, и рассказывать, как выжить при ядерном взрыве, куда должна быть голова положена, куда ноги, как спрятаться в метро, в бункере, в погребе, в котором мало, кстати говоря, теперь будет провизии. И поэтому это самый практический совет. Тем учителям, которые подбрасывали бюллетени за правящую партию, тем преподавателям, которые по-прежнему гонят эту идеологическую пургу своим студентам, для которых нет корреляции между удивительно маленьким уровнем зарплат, нищетой повальной или засилием бюрократии, идиотскими формулярами, бумагой, которой завалены учителя, сверхнагрузкой, и, с другой стороны, той политикой, которую проводит та самая правящая партия, которую они выбирали, да еще и выбирали за нас. Поэтому такое ощущение, что ядерная бомба уже взорвалась. Взорвалась, например, на малой родине у меня, на Алтае. Я зашел в паблики посмотреть, что там пишут в Барнауле и Бийске, и есть ли там хоть какое-нибудь ощущение грядущей катастрофы. Нет, пока там только ненависть к инакомыслящим. И понимание, такое классическое понимание, что весь мир делится кодировками свой и чужой, что всякий, кто говорит противное голосу рупору идеологии, тот, конечно, национал-предатель. Те самые учителя, которые преподают историю или русский язык, которые не проводят никаких аналогий между тем, что происходило в Европе 60-70 годами ранее, те, которые искренне не понимают, все, что касается и собственной персональной ответственности за происходящее, которые, как немцы после войны, будут говорить про туман, про коллективный сон, про ощущение того, что это происходило не с нами. Конечно, те самые учителя эту катастрофу и подготовили. Когда-то, я помню, спорил с учительницей русского языка, я безуспешно пытался ей доказать, что выражение «Сколько время» — это не выражение русского языка. Поэтому, когда мы говорим сегодня о катастрофе и ждем катастрофу грядущую, есть прямой ущерб, а есть побочный ущерб. Прямой ущерб мы очень скоро все ощутим, например, на том, что называется корзиной потребительской и перспективами своими на работе или безработицей, прямо скажем, нищетой и прочим, что царит в парадных. А вот косвенный ущерб — это то, что происходило и происходит и будет происходить в головах. Наступит ли это отрезвление или идеологическая радиация, идеологическая инфлюенция уже не оставила никаких шансов на восстановление мозга? Помните старую рецептуру «разделяй и властвуй». Разделяй означаемое и означающее. Мир и война — реальная картина, которая происходит, стоит только включить социальные сети, и воображаемая картина мира на уровне кодировки символических означающих — это большие разницы, как говорят в нынешней Одессе. Поэтому разрывай отношения означаемого и означающего и властвуй. Взрывай идеологическую бомбу прямо в голове. Почитайте, кстати говоря, Умберта Эка про урфашизм, 14 признаков вечного, какого-то воздушно-капельного фашизма, которого национальности в действительности нет, потому что идея превосходства одной нации над другой может выражаться разными способами. Или это наша истинная вера, и только у нас она истинная, или это, конечно, раса, кровь, правильные черепа, правильные носы. Кстати, с этой точки зрения надо задуматься настоящим русским националистам над тем, не исключительно из пантеона Пушкина, у него же негритянская кровь, Чайковский гомосексуалист, левитан-еврей. Кто вообще, кстати говоря, останется в этом музее? Так вот, среди этих признаков урфашизма и ненависть к инакомыслящим, конечно же, и это представление о том, что всегда есть свое и чужое, чужое несущую угрозу, и, кстати говоря, презрение к модерну и всякой современной живописи актуальному искусству, непонимание того, как это они молют, черные и красные квадраты, наверное, моральные уроды, и, конечно, культ традиционных ценностей и так далее. Посмотрите, перемерьте на себя, используйте как тест, не поражены ли прямо сейчас вы этим же, не Укра, не немецким, не каким-то муссолинивским, чуть помягче для Владимира Соловьева, более приятным, а современным актуальным нацизмом. Потому что нацист будет существовать всегда, пока существует это разделение означающих. Сегодня все смешалось в доме Облонских, когда ты пытаешься убедить даже своих близких, получающих копеечные зарплаты, или родителей, я, благо, не про своих родителей говорю, но я знаю, что такое происходит, живущих на копеечные пенсии, экономящих каждую мелочь, не могущих позволить себе никаких роскошист, конечно. И когда эти же родители выступают рупором пропаганды и открывая рот, говорят так, как будто бы это говорит Маргарита Симоньян, еще одна, кстати, этнически русская, недавно заявившая, что русские, это, видимо, бессовестные люди, потому что те, у кого совесть есть, те точно не русские. Так вот, когда родители транслируют такие мысли, когда твои близкие, твои друзья, однокашники, которых ты знаешь, как облуклены, пишут тебе, процитирую, дорогой мой друг Сергей, прямо к тебе сейчас обращаюсь, ты мне пишешь в фейсбуке, правда, под псевдонимом, на мой антивоенный пост. К сожалению, это просто банальная трусость и страх потерять теплый сортир, прикрывающийся интеллигентными ужимками и пацифизмом. Что ж, давай подумаем над тем, что ты написал. Страх потерять теплый сортир. Кстати говоря, в России не все школы и деревни оборудованы теплыми сортирами. Есть у Жижика, правда, такая интересная идея, а что если мерить цивилизацию уровнем канализации? Если, правда, представить себе, почему это грязное, жуткое, как это называется, очко по-прежнему сохранилось в 21 веке? И кому это претензия? И кто вообще решил, что цивилизацию можно найти там, в туалете? А хотя бы, конечно, и в сортах колбасы. Если угроза ядерной войны заставляет тебя говорить всего лишь об уровне теплоты в туалете, то, наверное, это какая-то клиническая когнитивная схема. Если это интеллигентные ужимки и пацифизм, это, конечно, ладно, ерунда, это ничего обидного, но то, что ты не видишь ставок, которые прямо сейчас разыгрываются, когда Верховный твоей стороны привел в боеготовность ядерные силы, силы сдерживания, разумеется. То, что прямо сейчас ты полагаешь, это банальная трусость перед лицом ядерной катастрофы, это, извини, мой друг, недоумие, недодумывание. Как бы ни страдали в 8 лет те люди, которым я искренне симпатизировал, бесполезно говорить о том, что прошло. Какими бы тяжелыми страданиями не были наполнены эти годы, как бы мы не сочувствовали этим людям, как бы мы не переживали за каждую потерянную жизнь, но счет уже закрыт и многократно перекрыт новыми смертями и кровью и геноцидом и тем, что происходит не в прошлом, не 8 лет назад, не в 2014, не еще в каком-нибудь году, а прямо сейчас. Если мы демистифицируем язык и возвращаем словам война или мир или вот, например, политические термины правый или левый, их привычное значение, многое может стать на свои места. Те левые мои приятели, которые сегодня поддерживают интервенцию, есть и такие. Вы слушали внимательно все речи Путина за последние годы? В каждой из них он клянет Ленина и проклятых большевиков. В каждой из них он гонит такую антисоветскую кругу или рассказывает про уроки, выученные им у философа-нациста Ивана Ильина, что я не понимаю, как можно быть левым и голосовать и выбирать это, как можно не видеть той разрухи, которая происходит, например, в сфере образования, где я тружусь, пока еще тружусь. Как можно не видеть того коллапса, который произошел с самой богатой стороной мира в плане ресурсов. Только кому эти ресурсы принадлежат, если вы левые? Для вас что, существование олигархии и семибаронщины, как это называло, не вызов? Вы по-прежнему поддерживаете войну, которая есть распределение контрактов, которая есть еще и, конечно же, финансовая интервенция. И поэтому таких леваков я не пойму. Но если установить исходное, как помните, в 2014 году сделал Ленин, когда он точно так же столкнулся с вызовом, все партии социалистов по всей Европе голосовали за военные бюджеты. И только он один говорил, что нужно развернуть оружие в обратную сторону. И желал поражения не только своему, а всем правительствам в несправедливой захватнической войне. Вот это был Левый, человек, который не боялся идти против течения. Те розовые леваки, которые идут в арватере дядюшки Зю сегодня и голосуют точно так же, как раньше по разнарядке за решение партии бессмысленные купленные, те не могут называть себя ленинцами. Чем угодно, только не таким термином. Это касается, скажем, и так называемых националистов. Если представить себе, что такое русский национализм, разобрать его на части. Помните, из чего сделаны мальчики. мальчики-националисты. Из того, что православие самая верная религия, из того, что русский язык самый богатый и могучий, только тогда говорят ли на нем фразы нам на всех насрать или будем мочить в сортире. Из того, что русский это какая-то правильная кровь, тогда все-таки забудьте про Пушкина. И вспомните про Симоньян с ее атрибуцией русского. Русский это те, у кого нет совести. Так как мы идентифицируем себя в качестве русских? Как нам сделать, чтобы это означающее русский не стало бранным словом. Уже сейчас в Европе гонят русских даже из ресторанов, из гостиниц, как представителей страны-агрессора. Если вы по-прежнему в Барнауле-Либийске идентифицируете себя с этим курсом, с этой политикой, которая по-русским бьет, кстати, в первую очередь, значит, задумайтесь о своей идентификации. Вот он косвенный и побочный ущерб самому слову русский. Итак, хотят ли русские войны? Учителя, которые будут давать малолетним несмышленым детям задание прочесть это стихотворение с выражением предварительно, должны познакомиться с текстом сами. И, как предлагал еще один этнический русский Евтушенко, спросить у жены своей, у матерей, правда, ставит ли в этом предложение сегодня хотят ли русские войны вопрос или восклицание, вот в чем трудность. Если это не преподаватели, а, как говорил Ален Бадью, просто инструменты для вдалбливания в голову учащихся ценностей господствующей идеологии, тогда, конечно, восклицательный знак. Если же бы они вдумывались чудесным образом в те слова, которыми посыпают скафедр, тогда демилитаризацию русского языка, деноцификацию того дикого непонятного совершенно культа превосходства одной нации над другой, они начинали бы с себя. Вот ведь проблема с нацизмом. В действительности ему не важно какой ты крови или расы. Для того, чтобы превратить людей в пушечное мясо, годится любая национальность. Поэтому парадокс в том, что нацизм в каком-то смысле самый космополитичный термин. А как ни странно, сегодня самое русское слово, которое уже начинает носиться в воздухе, не русского происхождения. Это слово импичмент. Субтитры создавал DimaTorzok